Здесь, во Владимирской школе Олимпийского резерва по боксу, ребята тренируются с 2014 года. Занимаются с ними тренеры высшей категории и мастера спорта. Всего сейчас в школе бокса обучаются порядка 700 человек. Среди них Алексей Пышонин. Он боксом занимается на протяжении 4 лет. В этом году взял золото на первенстве региона. Спорт как увлекающий, в жизни пригодится для дальнейшего, чтобы чувствовать себя уверенно во всех ситуациях. Мне кажется, у нас в городе самая лучшая школа, так как недавно был сделан ремонт, весь спортивный инвентарь присутствует. И это только одна из школ бокса на территории региона. Развиваться этот спорт во Владимирской области начал более 60 лет назад. За это время в регионе подготовили двух заслуженных мастеров спорта. Пять мастеров спорта СССР России и международного класса. И более 50 мастеров спорта СССР и России. Сейчас во Владимирской области боксом занимается порядка 6 тысяч спортсменов. Под руководством 80 высокопрофессиональных тренеров. А теперь привлекать планирует и больший представительниц женского пола. Такое решение руководство Федерации бокса приняло на совещании по вопросам развития спорта, которая состоялась во Владимире. Бокс женский среди женщин, как принято говорить, очень мощно развивается. И основным из приоритетных направлений деятельности Федерации бокс России, в том числе в Центральном федеральном округе, на ближайшие 4 года, это развитие бокса среди женщин. Это постройка центров бокса прогресса среди женщин. Это совершенно новые программы. Это работа с определенными имиджевыми составляющими. В планах на будущее введение бокса в школьную программу в качестве дополнительного урока физкультуры, проведение открытых уроков и встреч с именитыми боксерами. Таким образом, Федерация бокса планирует увеличить количество россиян, занимающихся спортом. К 2025 году этот показатель должен приблизиться к полутора миллионам человек. В рамках визита представители Федерации бокса осмотрели спортивную базу Владимирской школы Олимпийского резерва по боксу и подарили экипировку, шлемы, защиту и боксерские перчатки. Лада Кочетова, Алексей Кандалов, Телеканал «Вариант».